Здравствуйте, мои дорогие, с вами на связи Викана. Сейчас хочу показать расклад, какие же отношения он хочет от тебя. Все люди разные. И, конечно же, каждый мужчина хочет чего-то особенного от своей женщины. То, что подходит только ему. Почему? Потому что, говорят, знаки зодиака. Знаки зодиака — это всего 60%. Всё остальное — это воспитание, образ жизни человека, его социальный статус. Его мироощущения. И вот что же хочет в данном раскладе мужчина от своей женщины? Давайте будем смотреть. Посмотрим, каких отношений он хочет на самом деле. Здесь я вижу, что. Я вижу, что всё-таки ему женщина его очень нравится. Он хочет ощущать с ней связь, с этой женщиной. Ну, давай будем говорить «ты», да? Давай буду говорить «ты» с тобой, да? Хочет ощущать связь. На самом деле он сам выбрал эту женщину. Это было его твёрдое решение. Никто ему этого не навязывал. И когда женщина всё-таки, она позитивная, когда она улыбается, она излучает, извините меня, счастье, и ему это очень нравится. Вот он это сам выбрал. Вот такую себе женщину, как ты. Давайте ещё посмотрим. Всё-таки это его мироощущение. Как он, да, относится. Мы видим короля Пентакли. На самом деле человек с серьёзными, конечно же, намерениями. Прошлое. Ты напоминаешь ему свою бывшую. И на самом деле, возможно, конечно, у них произошло разрывы. Эта карта также может показывать, что на самом деле ещё, может быть, ещё и у них какие-то тяжбы идут. Тяжбы, разборки. Но это ему не мешает, обратило бы на тебя внимание. То, что обратило на тебя внимание. Там, конечно, он захочет отношения закончить со временем, но ты всё равно похожий, напоминаешь его бывшую. Да-да-да, мои дорогие. Что хочу сказать. Очень многие женщины и мужчины всё-таки сошлись. Да? С людьми противоположного пола, как я хочу сказать, которые напоминали ему его предыдущих партнёров. Вот такую вам мыслеформулу сказала. И эти женщины, которые всё-таки чем-то напоминают бывшую, всё равно ему интереснее. Почему? Потому что у человека есть свой тип партнёра. Тип. Вот поймите меня правильно. И он будет выбирать, чтобы что-то всё-таки напоминало. Тип. Вкус. Да? У человека есть свой вкус. Свои предпочтения. И если он выбрал её, то, конечно же, почему он и выбрал тебя, потому что ты тоже чем-то напоминаешь его бывшую. Ну, у неё, видимо, сейчас очень плохое настроение. И по всей видимости, она очень плачет, переживает. Вероятно, они расстались. И была у него бывшая. Сейчас она не в лучшей форме. Но эта тема, знаете, кажется, это другая совершенно история. Другая тема, давайте будем говорить. Поэтому, что могу ещё сказать по поводу бывшей. Если кому-то нужный расклад, обращайтесь, будем смотреть про бывшую. Ну, вы мне просто можете в комментариях написать, какие темы вы хотели бы ещё посмотреть. И я буду делать на эти темы. Просто в комментариях под видео буду благодарна, если что-то напишите. Давайте посмотрим ещё всё-таки, почему или бы он вас выбрал, да? Либо что-то ещё нам покажет, да? Что ему нравится. Давайте вот так выберем. Вот, что ему нравится. Вот. Он очень особенный человек. И вы очень особенная женщина. И вы очень похожи на него. Вот, кстати, никогда не слушайте того, что в противоположности притягивается. Это вот полнейшая просто чушь, вот я вам хочу сказать. Партнёры, мужчины и женщины, которые всё-таки схожи, вот одинаковые. Ты такой, как я. Я такая, как ты. У нас одинаковые типы личности. У нас одинаковые какие-то увлечения, взгляды на жизнь, да? И таким людям большая вероятность грозит, будем так говорить, да? Ужиться вместе. И здесь он понимает, что у вас есть общие черты. Сначала он этого не понял, но чем дольше он с тобой находится, он понимает, что... Вот, видите? Он понимает, что ты его женщина. Ты не такая, как все. Но ты такая, как он. И ему это облегчает понимание, как с тобой жить. Он знает тебя. Ну, знает, во всяком случае, не полностью, но знает в каких-то, давайте будем так говорить, в 80 процентов он уже понимает, как к тебе найти подход. Но его всё-таки, может быть, что-то напрягает. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Что ему, может быть, не нравится? Вот уже видя королеву мечей, ой, извините, королеву чаш, королеву чаш, вот, смотрите, вот я покажу её поближе. Это очень эмоциональная женщина. И давай посмотрим всё-таки. Он, кстати, нашёл тебе подход. Аркан отшельника всегда показывает, что мужчина искал, он не ленился, он сразу от тебя не отказался. Он подбирал ключик, может быть, кому-то подбирает ключик с терпением и с упорством к своей эмоциональной женщине. Очень чувствительная, очень привлекательная женщина с его точки зрения. Ну, вот что ему не нравится, давайте посмотрим. Вроде как бы всё и хорошо. Всё прекрасно с одной точки зрения, но вот мы видим туз кубков. Это очень эмоциональная масть. А он, а он, посмотрите, вот какой прямолинейный, уже зловый, видите, здесь уже идёт уже зловая масть. Он может быть добрым, снисходительным, важным человеком в вашей жизни, но бывает и прямолинейным. Но он хочет, чтобы лучше было и семье, если у вас есть семья, и детям. И он только с лучшей точки зрения, да, то, что он говорит, что он, его побуждение. Но сказать он это может прямолинейно. Вот что говорит, то и думает, но только с лучших побуждений, как он считает. А вот тебе это может не понравиться. ты можешь видеть в его словах какой-то особый смысл. И что-то, как он считает, она всё время перекручивает. Она на своей волне. Вот вам совет. Просто вот научитесь слушать этого человека. Почему? Потому что если у вас не было семьи, если вы научитесь слушать, у вас будет с ним семья, и даже могут быть дети. Да, может у кого-то, может быть замужество, всё что угодно. Самое главное, вот этот вот канал наладить с этим мужчиной. Научитесь слушать. вот то, что именно он вам говорит. И перестаньте додумывать. Вот не быть на своей волне. Что-то вот своё. Вот сидит сама, что-то придумывает, сама вещи собрала, как говорится, в мыслях, разозлилась, к маме уехала, а он вообще сказал о другом. Он хотел что-то другое вам сказать. Важное и полезное. Он ничего плохого не хочет, а вы додумываете много. Ему это не нравится. Просто научитесь слушать. Далее, что хочу сказать. Это эмоциональная женщина, как я сказала, королева кубков. Деньги. Почему у нас появляются деньги, что-то самое интересное. Возможно, он мало зарабатывает. И вы об этом можете замалчивать, а может им об этом говорите. Может быть, вам что-то хочется купить. Но у вас есть, как я смотрю, всё-таки по аркану солнца. Эта карта, такая, знаете, с одной стороны, она для общения, идёт очень хорошая. Но это платония, душевная платония считается. Я вижу карты в своём ключе. Вам не нужно замалчивать свои обиды. Вот в таком гордом состоянии. Не надо это замалчивать обиды. Вам нужно остыть, прежде чем что-то ему хотите сказать. Наболевшую свою тему как-то немножко опустить. Не нужно вот обижаться на него, что он говорит. Просто перейдите к какому-то компромиссу. Дайте себе время. Остыньте. И потом уже можно с ним говорить. Он решит все ваши любые проблемы. Вот он хочет этого. Слишком жарко, да? Слишком эмоционально. И это может его отталкивать от вас. Вот этот барьер недопонимания и перекручивания его слов, как он говорит, ему это не нравится. Уж слишком часто она строит как он говорит из себя такую гордую гордую женщину и переживает много в себе. Носит в себе. Может даже часто со мной не разговаривать. А я, говорит, пытаюсь понять. Я пытаюсь понять и достучаться до нее. А на самом деле ничего страшного там и нет, что она в себе носит и легко можно решить. Ну давайте еще посмотрим что-нибудь. Ой, какой рыцарь-то у нас скачет здесь. Вот что мы здесь видим. Ой, король кубков скачет. Тут рыцарь короля кубков у нас. Посмотрите. И закрытость, закрытость. Смотрите, о чем мы здесь видим. И вы знаете, что еще хочется? Немножко свободы. Немножко свободы. Может быть, друзья, рыбалка. Просто вот пойти, да, с мужиками там пообщаться. Просто одному съездить по каким-то своим делам. А то он говорит, я еду. Она говорит, я пойду с тобой. Она говорит, постоянно хочет быть со мной. Если у кого не так, можете написать в нее комментарий, что это не так. Но может быть, даже не ваш расклад. И вот ему хочется бы быть одному. Личное пространство. Ну вот дайте мне немножко личного пространства. Вот он помедитировать хочет, побыть один. Куда-то съездить. Вот эта карта нас показывает. Отвести душу. Ну все с тобой, да с тобой. А ему хочется тоже в социуме побыть. Без тебя. Но ты не переживай. Почему? Потому что за это время тебя не разлюбят. Ну вот то, что он поехал куда-то или пошел, он не разлюбит. Его чувства остаются к тебе. Некоторые говорят, вот он ушел, он там что-то сейчас придет другой. Он другой не придет. Будьте мудрые. Почему? Потому что мужчина голова, а женщина шея. Женщина, видите, какая у нас тут. Будьте мудрые. Имейте высокую планку для себя, да? Знайте свое место в каком-то смысле. И делайте это таким образом. Не надо ничего просить. Не надо плакать. Не надо унижаться. А нужно быть вот такой женщиной. Куда шея повернется, туда голова и смотрит. И еще хочу сказать аркан императора. Это высшее сознание, высший мозг, высшая материя. О чем я хочу сказать. Всегда слушайте свое сердце. А ваше сердце это самый лучший советчик во всех любовных делах. Понимаете, да? Вот так могу вам сказать. Поэтому в этих отношениях ничего критичного я не видала. Но то, что ему не нравится женщине, это не нравится мужчина в 90%. То, что она многое закручивает, думает не как он думает. Потому что мужчина 6 минут слушает женщину, а потом, в принципе, он уже теряет связь со смыслом, что она ему там много-много-много наговорила, сама на это обиделась, он не успел переварить. Вот. А в основном, в основном здесь все можно исправить. Просто успокоиться, просто понять, что мужчина не по злобе что-то хочет, а он просто хочет немножко и личного пространства. А на самом деле вы очень общие, вы похожие. И если вот эти все мелочи убрать, то очень даже прекрасная пара получается. Все, мои дорогие, всего доброго. Кому нужно, обращайтесь за личным раскладом. Если есть какие-то комментарии, можете написать. Может быть, даже можете дать какие-то советы своим подружкам кому-то, да, или женщинам, которые смотрят здесь девушки. Женщины, милые красавицы, которые смотрят этот расклад. Может быть, поделитесь каким-то своим опытом. Я, конечно, могу много что рассказать, но вот в теме этого расклада я рассказала, ну, достаточно для того, чтобы понять, что мужчина хочет здесь. Всего доброго. С вами, мои дорогие, была Викана.